смотрите какие уже пиончики вот скоро скоро будут свести птицы поют а я вышла с матюшей она тут по своим делам а я ее сижу жду потому что у нас тут уже такой случай произошел с нашей мотей не очень приятный мы ее выпустили как обычно в туалет мы ждем пока она придет а нет и нет нет и нет начинаем искать нигде нет а потом спрашиваем у соседа вы не видели нашу кошечку он говорит это которая желто-блокитный мошенник а мы говорим да вот она уже идет до матюшка она говорит у нас на дереве сидит мама дорогая что делать она стреляют что делать пришлось брать лестницу и ее вытаскивать с дерева сидела на груши вот такая вот у нас матюша непоседа это непоседа еще то непоседа до лавит лавит тенечек под тачку залезла и сидит тенечки всем добрый день я сейчас готовлю борщ у меня на обед будет сегодня борщ и пока он там у меня говорится думаю но немножечко пообщаюсь с вами знаете дорогие мои у меня всегда ну во всяком случае последнее время очень сильно волнует один вопрос почему россияне нас так ненавидят нас украинцев обыкновенных украинцев вот слушаю и многие говорят да их нужно с лица земли стереть чтобы их вообще такой нации не было чтоб только была россия мы великие хорошо допустим это так но все таки не в этом суть а суть в том что вы нам просто обыкновенно просто завидуете что мы живем лучше чем вы что мы дружнее чем вы да у нас нет таких алкоголиков как у вас хотя их везде хватает но до такой степени как в некоторых местах это все происходит страшно смотреть я сразу оговорюсь я не говорю о москве я не говорю о санкт-петербурге да там народ живет нормально у них все условия есть к этому у них прекрасные квартиры все у них магазинах есть но глубинка там конечно страх и жах люди живут с туалетами на улицах люди живут без газа хотя страна великая газа должно быть много а ведь во многих у вас районах нет газа вообще нет газа а почему вы задавали себе этот вопрос почему у вас такая жизнь поэтому когда вы пришли на нашу землю я не говорю обо всех но те солдаты которые с той глубинки они просто не могут понять как это вот так вот украина живет да у нас хорошие дороги в поселках и в деревнях да у нас прекрасные дома у нас многодетные семьи мы ездим отдыхать за границу это у нас норма понимаете норма а вы когда увидели все это вы начали это все хватать грести воровать до чего дошли украли зерно украли зерно а продать не можете да никто у вас никак не в каком порту его не покупает ай какая досада да что ж такое по моему вот вас научили не любить свою свою землю не любить свою семью не любить свою родину а воровать убивать насиловать и все вот солдаты ваши пошли воевать за бешеные деньги которые не всем выплачивают оказывается крейсер москва тоже там очень много вопросов на которые нет ответов до сих пор вам говорят что это не украинцы сбили а это с течения обстоятельств так будем говорить да кто-то вышел покурить ну в общем россияне знаете конечно страна совета у нас уже было поэтому я не буду вам ничего советовать просто немножечко нужно думать думать и думать и думать я не говорю что у нас тоже там стране все было белое пушиста не это у нас тоже были какие-то косяки и какие-то проблемы но мы свободно жили мы свободно изъяснялись мы свободно все говорили у нас нет такого что ты вышел на улицу тебя уже за какое-то слово ли за какое-то движение или просто с чистым листком бумаги тебя хватают и куда-то там тащат нет у нас такого нет у нас намного другая более европейская наверное страна мы немножечко другие но почему вас так в тисках вот держит я не знаю ну это конечно все от царя батюшки зависит ну я хочу вам сказать что я вам желаю чтобы у вас было вот так вот такая жизнь как как мы живем да вы нам конечно много испортили вы намного разбомбили ру много и убили наших соотечественников за свой харьков это особая боль потому что такой город как у нас харьков был красивый я просто всегда восхищалась своим городом настолько он мне нравился у нас были прекрасные парки прекрасные улицы у нас так все было красиво и сейчас когда мы опять его убираем все эти обломки высаживаем цветы а вы опять начинаете бомбить господи понимаете вам я не желаю конечно но вам придется побывать и в нашей шкуре поверьте придется вам побывать и и по и понять как это сложно и как это тяжело и как это больно когда вся твоя семья разбежалась по всему миру когда ты звонишь по телефону или видишь какие-то фотографии своих внуков это очень очень тяжело но мы оптимисты мы знаем что скоро скоро уже скоро будет победа потому что уже ваших погнали пацанов многие отказываются воевать потому что понимают что здесь победы не может быть просто не может быть победы россиян потому что где и взяться откуда ей взяться сколько уже танков подбито сколько уже самолетов подбито я не знаю не смотрела сегодня статистику вчера по моему было сто девяносто девять самолет это за три месяца за три месяца сто девяносто девять самолетов это же очень много ну и так далее их погибших по моему там уже двадцать шесть чем-то тысяч около двадцати семи тысяч погибших российских солдат но я не говорю что наши не погибают наши тоже мальчишки погибают но так как вы уничтожаете наши города это это знаете просто даже наверное гитлер так не делал сколько церквей уже уничтожена знаете бог он все видит бог он все знает поэтому посмотрим как оно будет дальше и знаете я вам хотела еще показать одно видео видео вашего раненого солдата сейчас я вам его покажу смотрите может кто-то узнает этого мальчика просто брехали украинские висковые захопили полон российского минометника андрея гусейнова винге служить всего три месяца за контрактом маевы еще святу окупанта была поранена зараз ему надают медичную допомогу зачем вы приехали убивать украинцев я не приезжал убивать украинцев нам сказали что мы едем в ЛНР и ДНР Путин целых что это теперь часть России и мы едем от ДНР и ЛНР чтобы контролировать ситуацию нас когда первый год обстреляли на дороге было очень страшно то есть очень непонятно откуда было то есть я даже не понял кто обстреливаясь сначала потом когда вернулись я подписал вывеску я потом уже понял что мы на территории Украины вы поняли что вас обманули просто нагло обманули нас использовали не говорили правду ну не говорили там конечной цели которая нас ждет то что мы должны будем делать я не хочу этой войны я никого не убивал да не нужно воевать вообще в принципе не нужно идти на Украину воевать это я просто не понимаю сколько здесь лежу не понимаю для чего эта война нужна зачем она страдает мирная усиление что бы вы сказали президенту своей страны я не знаю что бы спросил бы у него для чего эта война нужна может быть он бы ответил на такие вопросы придумать он бы вам ответил он же вас использовал извините как обычное мясо ну а кто кто для него может знать ответ на какой то Ваши близкие знают где вы сейчас находитесь и что с вами да знаю каким образом это произошло позвонили сказали то что я в плену сказал маме все хорошо мне первую помощь оказывал ну вот сказали что это беспокоит с Украины что ваш сын в плену как реагировала мама плакала стропку я говорю мама успокоюсь я говорю все хорошо вы поняли что это подарок судьбы что вы живы вы вернетесь к себе домой в статусе пленного но у вас есть еще один шанс начать другую жизнь не воспринимать другой народ врагами нацистами просто обычными людьми которые любят любят свою землю я единственное знаю что мы обязательно победим и накажем Путина вот я вам показала это видео и может быть кто-то узнает этого мальчика то вы все пишите что фейки фейки вот такие фейки ладно дорогие надеюсь что скоро все закончится и мы будем вспоминать об этом как о страшном сне ну а вас я призываю все таки подумайте подумайте может быть действительно что-то у вас происходит не так почему это все происходит почему вы должны уничтожать другие народы слышала я уже и за польшу и за прибалтику вернее страны прибалтики но думайте думайте ребят думайте мы из Украины проходит вот их они все обе что и а и они